Здравствуйте! Вы смотрите программу «Власть. Открытая политика» в студии Юлия Комкина. Сегодня мы поговорим об учебном процессе, о детских садах, обсудим и другие актуальные в канун Дня Знаний темы. У нас в гостях председатель комитета образования города Сергей Белкин. Сергей Иванович, добрый вечер. Добрый вечер, уважаемые телезрители. Вам я напоминаю, что мы работаем в прямом эфире. Вы можете звонить к нам в студию, задавать свои вопросы нашему гостю. Также вы можете оставлять свои вопросы и на сайте 7info.ru. Внимание, вопросы оставляете в разделе онлайн. Сергей Иванович, ну действительно канун Знаний, символично очень, что мы с вами встречаемся именно в этот день. Это праздник, но его предшествовала такая серьезная работа подготовительная. В частности, с 1 по 13 августа проходили проверки во всех образовательных учреждениях города. И специальная комиссия проверяла, то есть туда входили представители комитета образования, и ПОШ-надзор, и Роспотребнадзор, и ОПЕКА. Как это все проходило? В каких учреждениях, может быть, крупные ремонтные работы проводились? И сколько бюджетных средств было потрачено на это? Ну и хотел бы начать нашу встречу с того, что все помнят культовый фильм «Москва слезам не верит», где героиня Веры Алентовой говорила, что вот здесь от экрана мужчины могут уйти, потому что наша продукция интересна женщинам. Сегодня вопросы, которые мы затрагиваем с вами в этой программе, они интересны всем. И женщинам, и мужчинам, и бабушкам, и дедушкам. Потому что у всех есть дети, внуки, и всех интересует организация учебного процесса, начало нового учебного года. У нас действительно была создана комиссия по приемке образовательных организаций. Она закончила свою работу 13 августа. В нее входили представители Госпожнадзора, Роспотребнадзора, заинтересованные лица. Были проверены все школы. И в целом, конечно, оценка комиссии положительная, потому что все школы, принятые к новому учебному году, были еще 13 августа. Безусловно, этому способствовала очень напряженная работа. Иногда складывается мнение, что летний период – это вот в школах затишье, дети на каникулах, учителя в отпуске, и никто ничего не делает. На самом деле это далеко не так, потому что все ремонтные работы в образовательной организации происходят именно в летнее время. Потому что во время учебного процесса мы не имеем права, да и не имеем по санитарным требованиям, правилам и нормам. Поэтому в целом и руководители образовательных организаций, и, конечно же, и классные руководители, и родители приняли активное участие в подготовке школ к новому учебному году. Я вот сегодня хотел бы выразить им огромную благодарность, потому что то, что образовательные организации города Курска встречают новый учебный год в таком состоянии, это огромная заслуга, конечно, безусловно, наших и родителей, и педагогических коллективов, но и, конечно же, администрации города Курска. Потому что для того, чтобы подготовить школы к новому учебному году из бюджета города, было выделено 45,5 миллионов рублей. Из них 31 миллион пошел непосредственно на ремонтные работы, а остальные средства были выделены для обеспечения условий пожарной безопасности, соблюдения санитарно-гигиенических правил и норм. И все эти средства, практически освоенные на начало учебного года, успешно. У нас в 15 образовательных организациях произошел ремонт отопления, система отопления, в 18 ремонт кровли, фасада. Систем водоснабжения и канализационных систем, а также сантехнические работы прошли в 11 образовательных организациях. В 5 образовательных организациях были проведены электромонтажные работы. И надо отметить, что, конечно же, комиссия признала самыми лучшими это школы 4, 6, 7, ну и многие-многие другие. Я не буду все называть, кратко буду говорить, поскольку в городе Курске мы знаем все, что школа номер 6, это лицей номер 6 и так далее. Сергей Иванович, вас перебью, извините, пожалуйста, как раз по поводу 6-го лицея. Вопрос на сайте, буквально только что поступил. Говорухин Степан, просто извините, что перебил, а действительно в тему. Несколько раз по телевидению слышал, что все курские школы готовы к началу учебного года. Но вот лицей номер 6 всю прошлую неделю стоял без крыши и в строительных лесах. Как дети учиться будут? Ну вот сейчас можно посмотреть. Я бы порекомендовал человеку, который задает этот вопрос, выйти на улицу Радищева и посмотреть сейчас на лицей номер 6. Который и фасад отремонтирован, и кровля заканчивается, практически она закончена. И я хотел отметить, что наибольшие, конечно, финансовые вложения, это были произведены в ремонт фасада и кровли лицея номер 6, это 3,2 миллиона рублей. Кроме того, у нас было почти миллион сто тысяч на ремонт спортивного зала в 48-й школе, миллион рублей на ремонт пищеблока и подсобных помещений в школе номер 54. Ну и кроме того, вот я о чем говорил, что выражал благодарность всем заинтересованным лицам в развитии системы образования города Курска и подготовки к новому учебному году. Кроме того, вот комиссия отметила, что образовательные организации за этот период для подготовки к новому учебному году привлекли средства почти в размере 31 миллиона. 25 миллиона – это спонсорские средства, это средства родителей и так далее. И надо отметить, вот, например, школа номер 47 – 2,5 миллиона рублей, только дополнительных, кроме того, что мы дали из бюджета. 46-я школа, более 2 миллионов, ну и много, вот 18 миллион 840 тысяч, 42 миллион 200. И я еще раз выражаю благодарность, конечно же, и спонсорам, и родителям, всем тем, для кого небезразлично образование города Курска. Все-таки это, наверное, педколлектив поработал так с родителями, объясняя им, что дети же их будут учиться и нужно как-то поддержать. Так, с школами понятно, а вот что касается дополнительного образования, вот я, насколько я знаю, слышала, что в ЖД округе, дом детского творчества, долго стоял закрыт, да? Там был ремонт капитальный? Ну, дело в том, что здание, в котором находился дом детского творчества, оно было реконструировано под детский сад по Каширцево, 24, который сейчас уже действует на 182 места, и там детишки уже давно осваивают образовательную программу дошкольного образования, да. А здание, которое находится рядом с 36-й школой, там, где находился, было сдавалось в аренду ЮСГУ, там оно было капитально отремонтировано. На эти цели из бюджета города было выделено 28 миллионов рублей, там полностью сделан капитальный ремонт, начиная от всех систем обеспечения жизнедеятельности этого учреждения, вплоть до создания необходимых условий для детей, которые там будут заниматься. Там будет заниматься 800 детишек города Курска, и по уставу учебный год в учреждениях дополнительного образования начинается с 10 сентября, и вот, вероятно, сегодня губернатор и глава администрации города Курска открывали детский сад по улице Запольной, номер 79. А я думаю, что до 10 сентября будет открытый Дом детского творчества и распахнет свои двери для маленьких жителей города Курска. Вы же сказали, что несколько вопросов пришло на сайт. Вот еще один. Юлия Шведова с улицы Клыково. Когда появится школа, собственно говоря, на проспекте Клыково? Ну, мы понимаем, конечно, что вопрос очень серьезный и правильный, и он требует решения, и в настоящий момент проектная документация уже подготовлена, сейчас она проходит государственную экспертизу. После того, как пройдет государственную экспертизу, тогда при наличии, конечно, финансирования, безусловно, потому что проект рассчитан на школу для тысячи учащихся, и поэтому для этого нужны очень серьезные финансовые средства для того, чтобы осуществить этот проект. Но после того, как эти средства появятся, конечно же, будет проведен аукцион для определения подрядной организации для строительства данного объекта. Ну, а на сегодня я вам хочу сказать, что проспект Клыково в соответствии с законодательством, приказом Комитета образования, улицы распределены между школами номер 1 и номер 46, это район КЗТЗ, там недалеко, а к северо-западу ближе это школы 55, 57 и 59. Ну, мы понимаем, конечно, проблема существует, и это, конечно же, двухсменная работа образовательных организаций, почти 70% школ у нас будут работать во вторую смену, что это связано в первую очередь, конечно, с увеличением количества обучающихся. Ну, мы видим, проблема существует, администрация города Курска и лично Николай Шевчаров, конечно, занимаются этим вопросом, и как только будет возможность, появятся финансовые средства, строительство школы там будет вести, начнется. Ну, район относительно новый все-таки нужно потерпеть, да, чтобы вся эта инфраструктура постепенно развивалась. Там действует два детских сада, мы понимаем тоже, это недостаточно, но вот сейчас можно обратить внимание, там недалеко от больницы областной, клинической, уже практически завершается строительство еще одного детского сада на 140 мест, и на следующий год планируется строительство еще двух детских садов на 140 мест, причем проектно-смертная документация уже подготовлена. Понятно, что тогда, когда будет пять детских садов, и школа нужна, безусловно. Сергей Иванович, буквально с завтрашнего дня, с 1 сентября стартует акция, когда будут помогать деткам, которые нуждаются в особой защите, в особом внимании, это те, кто попал в трудную жизненную ситуацию, это безнадзорные так называемые дети, да, кто ушел из дома. В чем суть этой акции? Вот тезисно расскажите, пожалуйста, на что будете обращать внимание? Ну, акция «Скоро в школу», она проводится ежегодно, это традиционная акция, которую проводят специалисты комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. Туда входят и представители окружных администраций, комитеты образования. Задача посещают семьи, те, которые, если так можно сказать, представляют определенную, находятся в социально опасном положении. И таких семей 87, там 108 детей. И члены комиссии изучают, как дети готовятся в школе, как родители занимаются их воспитанием, какие необходимы помощь для того, чтобы эти дети пошли в школу. И вот суть этой акции в том, чтобы, конечно же, детям из социально опасных семей оказать помощь и подготовить их, собрать их в школу. Ну и кроме этого, у нас Комитет социальной защиты города Курска 20 буквально августа проводил в Довдарце пионеров и школьников акцию для 52 семей, которые являются многодетными, где одинокие родители. И им была, почему-то собирается в школу, называлась эта акция. И в конце им всем были вручены ранцы с набором школьных принадлежностей, канцелярских принадлежностей для того, чтобы дети могли пойти в школу. И была проведена экскурсия по Дворцу пионеров и школьников, где эти дети могут заниматься в кружках, секциях и в учреждении дополнительного образования. Ну это приятное такое подспорье, зная, сколько стоят все эти канцтовары и все эти моменты дошкольные. Так, а это же не ограничивается только буквально этими сентябрьскими днями? Наверняка работа такая ведется и в течение всего года, может быть, как-то еще поддержат эти семьи, бесплатное питание? Ну конечно, конечно, такая работа проводится, потому что у нас дети из многодетных и малообеспеченных семей, в соответствии с действующим постановлением администрации города Курска, они получают бесплатное питание. Таких детей в прошлом году было 4815, кроме того, конечно, в эту категорию вошли дети, которые находятся в трудной жизненной ситуации и к ним, конечно, были отнесены дети, которые прибыли с территории Украины. Они тоже получали бесплатное питание. Кроме того, они в первую очередь обеспечиваются бесплатными учебниками. Это тоже постоянно, эти вопросы постоянно находятся в поле зрения администрации образовательных организаций. У нас есть небольшой сюжет о том, как в первой курской школе помогали детям как раз беженцев с Украины подготовиться к учебному процессу. Внимание на экран, посмотрим. Самый большой оценок это будет в России пятеночка. На Украине же высший балл это 12. Детям беженцев еще многое предстоит узнать о российской системе образования. Адаптироваться ребятам поможет Елена Николаевна Пасохина, учитель из Луганска. Год назад педагог с 32-летним стажем была вынуждена покинуть Украину. Теперь работает в курской школе. Свой первый урок на новом месте помнит до сих пор. Очень волновалась, очень волновалась. Но знаете, как только скажешь здравствуйте дети, и дети на тебя посмотрят, ведь дети везде одинаковые. И поэтому все сразу пошло своим чередом, как полагается. Елена Полилова с детьми в Курске уже год. Признается, волнение было только при переезде из-за постоянных выстрелов. Бытовые сложности и подготовка ребенка к школе – это мелочи по сравнению с войной. Да, особо опасения такого не было. Мы знали, что хоть так и идти в первый класс, от него никуда не денешься. Ну, то, что не там, не дома пошла, пошла здесь. Ну, ничего страшного. Она у меня русскоязычная с рождения, поэтому у нас нету с этим проблем. Мы как-то спокойно. Дочка Елены, Лера, легко привыкла к новому городу. Девочка с нетерпением ждет, когда станет первоклашкой. Я не боюсь идти в школу, потому что у меня есть уже здесь знакомые ребята. Семьям, прибывшим с Украины, зачастую непросто собрать детей в школу. Иногда не хватает денег на констовары или форуму. В первой курской школе проблемы беженцев решают сообща. 1 сентября в этой школе звонок соберет за партами почти 800 учеников. Более 70 детей – беженцы. Педагоги обещают, сделают все возможное, чтобы ребята чувствовали себя комфортно в новых коллективах. В первой школе каждый десятый, если я правильно посчитала, десятая часть детей – это беженцы. А вот, в принципе, сколько их в городе? В городе Курске в прошлом году обучалось 506 детей в общеобразовательных организациях. В этом году их количество тоже превышает 500 человек. Ну, конечно, процент не такой, как в первой школе, поскольку у нас в городе Курске с каждым годом увеличивается количество обучающихся. Если, например, в 2013 году их было 38 808, то в прошлом году учебном это уже было 40 310. А в новом наступающем учебном году их будет 42, более 42 тысяч. То есть на 1700 учащихся увеличилось количество детей в наших общеобразовательных организациях. Ну и кроме того, вот продолжение, я уже говорил об этом, продолжение этой темы, могу сказать, что на сегодня у нас 522 ребенка в возрасте до 7 лет зарегистрированного в очереди на получение места в дошкольных образовательных организациях. И 344 уже получили эти места. Они уже посещают наши курские детские сады. Будем надеяться, что им будет у нас комфортно. У нас еще вопрос на сайт Иванова Ирина. Учителям начальных классов рекомендовано 1 сентября провести с первочками классный час на тему победы во Второй мировой войне. 2 сентября 70 лет. По своему опыту могу сказать, что таким маленьким детям очень сложно это объяснить. Может быть, все-таки стоит сделать акцент на победу именно Великой Отечественной? Такой тематический вопрос. Ну, вы знаете, рекомендации поступают из Министерства образования и науки Российской Федерации. Но это не значит, это же рекомендации. Ведь учитель, кто лучше учителя знает своих детей, контингент своих обучающихся, их уровень, кто пришел в школу. А уж учителя первых классов, они вообще в течение учебного года предыдущего, в основном, кто набирает первые классы, ну, так сложилось во многих общеобразовательных организациях, они вели подготовительные занятия с этими. Они прекрасно знают, поэтому это на усмотрение учителя. Вот здесь, пожалуйста, поле деятельности для творчества. Можно импровизировать. Конечно, конечно. Уже затронули скользь тем учебников. Вот если можно, очень коротко, у нас не так много времени остается. Кто обеспечен учебниками в городских школах? Ну, во-первых, надо отметить, конечно же, что благодаря администрации области и лично губернатору, конечно, вот в прошедшем учебном году значительно вырос нормативно каждого учащегося на получение учебников. И для города Курска вот в этом году, в 2015-м, субвенция составляет около более 20 миллионов рублей. На эти средства приобретено почти 75 тысяч учебников. Ну, понятно, что, конечно, при таком количестве обучающихся, которые существуют у нас в городе, и нормативе субвенции 835 рублей на одного учащегося, конечно, сложно сейчас решить все вопросы по бесплатному обеспечению учебниками всех обучающихся. Ну, я могу сказать, что все обучающиеся с 1 по 5 класс 100% обеспечены в городе Курске учебниками, с 6 по 9 на 73%. Ну, немножко сложнее 10 и 11. Ну, здесь, конечно же, работает и комитет образования, и науки Курской области над этим вопросом, потому что они у нас запрашивали потребность на 2016 год, какие необходимые финансовые средства для того, чтобы полностью обеспечить с 1 по 11 класс учебниками детей. Ну, и кроме этого, я всегда говорил, что надо использовать и те традиции, или те мероприятия, которые существуют в каждой школе, проводятся в каждой школе. Это, например, «Подари учебник школе». И многие, я вот работал в 42-й школе директором в 12 лет, и помню, что навсегда выпускники 11-х классов дарили в библиотеку, в школьную учебники. И там проблем в 42-й с бесплатными учебниками нет. Но поскольку вот определенный процент необеспечения есть, в первую очередь, конечно, мы обеспечиваем бесплатными учебниками. Это многодетные семьи и те, кто находится в трудной жизненной ситуации. Теперь, наверное, последний вопрос задать. Знаю, что в нескольких школах курских сменились директора. Это вот в связи с возрастом, да, уже молодежь идет? Ну, понимаете, в 2010 году средний возраст руководителя, я возьму, общеобразовательной организации составлял 53 года. Сегодня он 48 лет составляет. Этому, может быть, способствовало то, что в соответствии с постановлением администрации города Курского, в исполнении поручений президента Российской Федерации, вот уже два года у нас проводится конкурсный отбор на должность руководителя общеобразовательной организации. И такие конкурсы прошли, вот прошедшие в 2013, в 2014 учебном году и в 2014-2015, это школа 28, 34, 31, 32. Вот сейчас проходит такие объявлен конкурс школы номер 56, 16, 39. Будем объявлять конкурс по школе номер 9. Я вам скажу, не только руководители, конечно, в этом году устроилось в городе Курска 76 молодых специалистов в возрасте до 35 лет. И самое главное, что выпускников вузов 41 человек. В прошлом году их было всего 20, в два раза больше. Я думаю, что с такими кадрами мы и с теми условиями, которые создают для нас администрация города Курска, мы все задачи, которые ставят перед нами модернизацию системы образования, успешно выполним в городе Курска. Молодая кровь есть, это самое главное. Спасибо большое, Сергей Иванович, что пришли к нам в студию, ответили на вопросы. Надеюсь, что были полезны. Ну и если можно, я хочу поздравить всех с наступающим новым учебным годом. Пожелаю всем успехов, здоровья, всего самого хорошего. И хороших, благодарных учеников, учителям и родителей, готовых к сотрудничеству всем педагогическим работникам. Всего самого доброго. Спасибо большое. Мы с вами прощаемся. До новых встреч в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова